Глава государства обозначил ключевые направления внешней и внутренней политики. В послании были отражены перспективы экономического развития страны, а также вопросы идеологического характера. Повышение заработной платы бюджетника – еще один пункт послания президента. В этом году она будет доведена до уровня Северокавказского федерального округа. Мы изыскываем возможность повышения заработной платы, пенсии, академических стипендий и других социальных выгодов. В ближайшее время мы рассчитываем при поддержке Российской Федерации достичь повышения уровня заработной платы работников в бюджетной сфере Республики Южная Осетия до уровня соответствующих категорий работников Северокавказского федерального округа Российской Федерации в 2021 году. Сегодня же председатель правительства Геннадий Борисович Бековой выезжает в Москву для подписания соответствующего соглашения. Напомню, что в настоящее время заработная плата бюджетника соотносится с зарплатой Северокавказского федерального округа за 2017 год. Повторюсь, мы перейдем на уровень 2021 года. Что касается государственной гражданской службы, поручаю председателю правительства до конца месяца подписать соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы и обеспечить выплату зарплаты в июне месяце с перерасчетом с января 2021 года. Обращаю внимание, что такой же перерасчет с января 2021 года касается и зарплаты работникам бюджетной сферы. Одним из приоритетных направлений глава государства назвал улучшение жилищных условий граждан республики и восстановление всего пострадавшего в ходе войны жилья. Мы будем неуклонно наращивать объемы строительства жилья, но для полноценного решения данного вопроса нужно использовать и иные механизмы. Одним из механизмов решения вопроса является возможность приобретения жилья путем найма с последующим его выкупом. Соответствующий законопроект разработан на основании поручения данного мною в послании 2020 года и в настоящее время проходит согласование в соответствующих структурах. Поручаю правительству в кратчайшие сроки завершить все согласования и направить законопроект в парламент республики. Благодаря российской финансовой поддержке реализуются проекты по социально-экономической и инфраструктурной реабилитации Южной Осетии. На финишную прямую вышли работы по важнейшим объектам. Важно, что нам удалось сохранить темпы работы, несмотря на все сложности и ограничения, обусловленные распространением пандемического заболевания. В текущем году мы запустим на полную мощность вспомогательный водовод Ванат-Схимвал, который должен обеспечить для нашей столицы дополнительные 15 тысяч кубометров воды в сутки. Это решит давнюю проблему нехватки питьевой воды в Схимвале. Кроме того, пуск водовода на полную мощность позволит улучшить водоснабжение близлежащих к городу сел. Обеспечение и укрепление обороноспособности было и остается одной из главных задач. Ведется постоянная работа над повышением уровня боевой готовности военнослужащих. Министерство обороны придает большое значение и активно занимается отработкой взаимодействия с российскими военными. Координация взаимодействия юго-сенских и российских военнослужащих способствует формированию боевого содружества, призванной обеспечить оперативное и точное реагирование в случае военной угрозы. Решение по отставке правительства, принятом в конце августа прошлого года, президент назвал поспешным, так как в республике была создана серьезная угроза для нормального функционирования государственных институтов. Я глубоко сожалею, что основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял отставку правительства. Подобные решения нельзя принимать поспешно. Они требуют серьезного анализа, детальной проработки, просчета всех возможных и порою очень опасных последствий. Напомню участников политического процесса, что республика Южная Осетия была создана, развивалась и ныне существует как правовое государство. Среди важнейших принципов правового подхода к политической сфере неприемлемость без доказательных обвинений, огульного шельмования неугодных лиц, в том числе руководства и сотрудников правоохранительных органов. Вице-спикер парламента Петр Гассиев выразил надежду, что депутаты, из-за которых полгода была парализована работа парламента, осознали, какой колоссальный ущерб нанесли интереса в республике и народа. Парламент не может не работать. То есть остановка работы парламента – это чрезвычайная ситуация для любого государства, тем более для молодого государства, которым является сейчас Южная Осетия. Очень надеюсь, что те, к кому было обращено это послание, точнее части этого послания, услышали это, приняли, наверное, проанализируют. И будем надеяться, что у нас вот этот год, особенно в преддверии президентских выборов, он у нас пройдет уже без каких-то таких коллизий, скандалов, митингов. Получить комментарий у оппозиционных депутатов по данному вопросу у нас не получилось. Премьер-министр страны Геннадий Бекойв отметил, что в ближайшее время задачи, поставленные президентом перед Кабмином, будут реализованы. А это увеличение пенсии, зарплат госслужащим, стипендии, улучшение жилищных условий, вакцинации населения. Те поручения, которые прозвучали в соц. президента, они будут сформированы, буквально переведены в формат перечня поручений, которые, естественно, будут жестко контролировать. У нас есть два соглашения к подписанию. Первое – это повышение заработной платы до уровня северо-кавказского уровня. 2021 года будет подписан завтра, и следующее соглашение по государственным гражданским служащим тоже будет подписано в июне. И остается там ряд технических мероприятий, приведение всех нормативных актов в порядок. И в ближайшем будущем люди нашей республики получат перерасчитанную заработную плату, что государственные гражданские служащие, что бюджетная сеть в целом. В кратчайшие сроки Министерство экономики проработает возможности для ежегодного увеличения фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего бизнеса минимум на 10 миллионов рублей. Малое и среднее предпринимательство является для нас тем направлением, которое мы активно поддерживаем с 2018 года. В части предоставления льготных кредитов, таких кредитов предоставлено за три года 157 субъектам малого и среднего предпринимательства. Это более 76 миллионов. В 2021 году такая работа продолжается. Один транш 2021 года уже распределен. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают свою поддержку. Ожидаем еще один транш около 21 миллиона в августе. Работа в данном направлении будет продолжаться. И поручение президента об увеличении объема предоставленных льготных кредитов на не менее 10 миллионов ежегодно с увеличением на не менее 10 миллионов ежегодно будет выполнено. Минздраву поручено представить всех медработников и волонтеров, работавших в красной зоне государственным наградам. Как отметил руководитель ведомства Суслан Наньев, поручение президента будет выполнено в короткий срок. Все задачи поставлены президентом в послании, а именно представление списка медицинских сотрудников государственным наградам, принимавших участие и принимающих участие в лечении пациентов новой коронавирусной инфекцией, а также волонтеров. Медицинская реабилитация указанных лиц, а также лиц, тяжело перенесших новую коронавирусную инфекцию, а также повышение темпа вакцинации будет исполнено в полном объеме и в срок. Относительно темпа вакцинации, темпы будут увеличены в два раза. Уже в следующем году жители республики смогут приобретать жилье путем найма с последующим его выкупом. Анатолий Бибилов поручил правительству завершить все согласования по законопроекту, который будет регулировать вопросы приобретения жилья в кредит. Министр юстиции Залина Лальева сообщила, что поручение президента будет выполнено в ближайшее время. В данном законопроекте будет новая норма, которая позволит гражданам республики, которые не имеют жилья, получить его. Реализация, наверное, будет с нового года. А что касается непосредственно принятия закона, то этот закон будет направлен в парламент в кратчайшие сроки. Мы вместе будем изучать еще и в стенах парламента этот законопроект. И я полагаю, что он будет одобрен парламентом. Минфину поручено выплатить повышенную зарплату с перерасчетом уже в июле. Руководитель ведомства Аза Хабалова сообщила, что поручение президента будет исполнено в срок. Проекты соглашения, которые касаются повышения заработной платы, в частности, то, что касается соглашения о повышении зарплаты по сети. Завтра предполагается подписание этого соглашения. И, соответственно, все, что касается работы по ее реализации, мы будем производить в соответствии с теми жесткими планами, которые нам президент определил. Вот мы ожидаем этого увеличения. Как уже президент сказал, в июле мы должны обязательно уже обеспечить всю проплату, которая касается июньской зарплаты и перерасчетов с начала года. Что касается государственной гражданской службы, коллеги, у нас не было повышения по этим категориям с 2014 года. Очень жесткий график установлен президентом в его обращении. Я думаю, правительство примет все усилия для того, чтобы это реализовать. Зарина Кочи, Варауль Кочиев, Сармат Гузитаев, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня.